Продолжение следует... Можно купить прямо сейчас по лучшей цене. Что ж, пора переходить к первой модели. Открывает подборку стедикам под названием DJI OM4. Бренд DJI постоянно на слуху благодаря множеству разработок, связанных в том числе и с изготовлением качественного видеоконтента. Не подвели его инженеры и в этот раз. Монопод со стабилизацией получился весьма функциональным. Он имеет шикарные диапазоны вращения по трем осям и при этом реагирует на изменение положения оператора практически мгновенно. Все это позволяет не задумываться во время съемки о том, как лучше вести съемку. Стедикам полностью справится со своей задачей и на выходе получится плавная картинка. Одним из плюсов модели является использование аккумуляторов стандарта 18650. Это позволяет в любой момент заменить элемент питания, если он неожиданно разрядится. Впрочем, посадить аккумулятор довольно сложно, ведь устройство может работать на одной зарядке до 15 часов. Хочешь первым узнавать о выходе интересных гаджетов, а также регулярно смотреть видео со сравнениями устройств и подборками лучших технических новинок? Тогда подписывайся на Техноарену и не забудь прожать колокольчик для получения уведомлений. Второе место в нашем топе досталось младшему брату предыдущего стабилизатора. Речь идет об обновленной модели, получившей название DJI OM5. Сходство устройств прослеживается во внешнем виде, некоторых параметрах и принципе размещения органов управления. И все же есть особенность, из-за которой я решил разместить более новую модель на второй позиции. Она заключается в использовании плоского литий-ионного аккумулятора емкостью всего 1000 мАч, которого хватает теперь только на 6,4 часа работы. Кроме того, если к предыдущему моноподу со стабилизацией подходили практически любые аккумуляторы совместимого стандарта, то для этого необходимо покупать батареи определенного вида. Поэтому, если планируются длительные съемки, придется потратиться на дополнительные аккумуляторы. Однако уменьшение емкости батареи имеет и положительные последствия. Вес стедикама уменьшился практически на 100 грамм, и новое поколение весит всего 292 грамма без дополнительных аксессуаров. А какой из этих двух стабилизаторов выбрал бы ты? Что важнее – автономность или небольшой вес? Поделись своим мнением в комментариях. Третье место по праву занимает Steadicam Zhiyun Smooth 4. Это довольно продвинутый инструмент, позволяющий значительно повысить качество снимаемого видеоматериала. Он обладает множеством вспомогательных функций, среди которых автоматическое панорамирование, режим слежения за подвижным объектом и возможность зафиксировать положение камеры в текущем состоянии. В комплект входит специальная тренога, поэтому стабилизатор можно использовать как с рук, так и в стационарном варианте, к примеру, для записи таймлапса. При этом следует учитывать, что время автономной работы с питанием от полностью заряженного аккумулятора составляет примерно 12 часов. Из минусов устройства можно отметить только довольно большой вес. Оно получилось надежным, но носить 547 грамм на вытянутой руке, и это еще без учета веса самого смартфона, на протяжении длительного времени сможет далеко не каждый. Заинтересовала стоимость такого Steadicam, или же хочется сравнить его с другими устройствами из сегодняшней подборки? Загляни в описание к ролику, где есть ссылки на каждую из упомянутых мной моделей. Магазины проверенные, поэтому цены приятно удивят. В середине подборки находится модель FeiyuTech G6 Max. Она является самой дорогой среди всех собранных нами девайсов, однако это объясняется высокой грузоподъемностью, связанной с возможностью работы не только со смартфонами, но и с экшн-камерами или фотоаппаратами. Стабилизатор имеет три оси вращения с мощными сервоприводами, что позволяет ему молниеносно менять положение смартфона в зависимости от выбранной программы работы. Поставляется стедикам в кейсе, где есть все необходимые аксессуары, позволяющие надежно закрепить камеру или телефон. Встроенного аккумулятора емкостью 2200 мАч с напряжением 7,4 В хватает примерно на 9 часов работы. Однако следует помнить, что заменить его для продолжения съемки не выйдет. Если батарея разрядится, устройство в любом случае придется ставить на зарядку от сети или пауэрбанка. Узнать, сколько стоит самый дорогой девайс из сегодняшней подборки, можно воспользовавшись ссылками из описания к видео. Они ведут исключительно на проверенные магазины с хорошей репутацией и адекватной ценовой политикой. Следующая модель может показаться интересной блогером, не представляющим свою жизнь без постоянной съемки контента. Разработчики Moza Mini MX сумели добиться рекордного времени работы. Steadicam способен выдержать на одном заряде до 20 часов, что является идеальным показателем даже для съемок во время длительных поездок. Вдобавок, устройство поддерживает работу с довольно тяжелыми смартфонами. Их вес может достигать 280 грамм. При этом сам стабилизатор можно назвать средним по весу. 412 грамм, конечно, дадут нагрузку на руки оператора, но не слишком критичную. Производитель предлагает пользователям своей продукции дополнительно скачать приложение на смартфон, позволяющее создавать уникальные сюжеты, использовать спецэффекты и выполнять базовые работы по монтажу видео. Тем временем цена рассматриваемых моделей плавно снижается. Steadicam Basios Handheld Gimbal Stabilizer уже можно отнести к низшему сегменту средней ценовой категории. Но это не мешает ему быть отличным устройством любительского уровня, обеспечивающим стабилизацию во время записи роликов, для семейного альбома или небольшого влога. Производитель поставляет гаджет вместе с программным обеспечением, гарантирующим идеальное слияние смартфона и монопода. Благодаря приложению становятся доступны новые функции, такие как слежение за лицом или любым другим объектом. Из минусов снова только довольно большой вес. Модель весит 500 грамм и при этом может работать со смартфонами, имеющими собственный вес до 250 грамм. Добавить к этому дополнительные аксессуары и получится тяжелый комплект, поэтому подолгу снимать будет сложновато. Впрочем, если все же перебороть усталость, аккумулятора хватит примерно на 12 часов непрерывной работы. Последнее место в топе досталось самой дешевой модели из нашей подборки. Я не могу рекомендовать гимбл стейблайзер L08 для записи роликов, в которых требуется профессиональное качество. Однако большинству пользователей возможностей стедикама должно хватить с лихвой. Производитель перестарался немного с облегчением устройства, в результате чего оно лишилось некоторых возможных преимуществ. Вес модели составляет всего 200 грамм, при этом она может работать со смартфонами, имеющими диагональ не более 6,1 дюйма. Отчасти добиться таких результатов помогла установка небольшого аккумулятора. Его емкость составляет всего 450 мАч, чего в идеальных условиях хватает примерно на 7 часов работы, а при агрессивной эксплуатации монопода это время сокращается еще больше. Но повторюсь, для бытовых задач модели вполне хватает. Тем более, что она может использоваться и как монопод, и как штатив, что незаменимо во время одиночных или семейных прогулок и поездок. На этом наш список подошел к концу. Если один из стедикамов понравился, обязательно загляни в описание к видео, чтобы узнать актуальную цену и получить возможность сделать заказ в одном из лучших магазинов. Буду благодарен за благодарность в виде лайка и комментария к этому видео. Если хочешь регулярно знакомиться с новостями из мира технологий и смотреть подобные подборки, обязательно подписывайся на канал и жми на колокольчик. До скорых встреч на Техноарене!